МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. 22 июня – День памяти и скорби. В Сарой почтили память павших во время Великой Отечественной войны. Время покаяния у православных верующих идет Петров пост. В урочище Нижегородской области проект «Объединение мир» – победитель конкурса президентских грантов. Далее расскажем во всем подробно. 19 июня в России – День медицинского работника. Труд медиков – это высокое служение во имя и на благо людей. Врачи, фельдшеры, медсестры самоотверженно охраняют величайшие ценности, дарованные человеку – жизнь и здоровье. В преддверии праздника в Саровском драматическом театре сотрудники КБ номер 50 отметили свой профессиональный праздник. Честность, человеколюбие, самоотверженность и высокая ответственность – вот те черты характера, которые проявляются ежедневно во время работы людей самой гуманной профессии в мире. Да, у нас и простой труд, но и радость от удовлетворения, от полученных результатов ни с чем не сравнить. Ведь счастливые глаза, получившие исцеление больного – это самая большая награда для врача. В этот день на сцену поднимались врачи, медсестры, административный персонал. Среди награжденных была Елена Тришина – старший врач отделения скорой медицинской помощи. Елена Николаевна с детства мечтала стать врачом и помогать людям. Пришла работать сразу в отделении скорой помощи, где трудится уже 12 лет. Медицинским работникам – это призвание, это специальность, которая не любит и не принимает случайных людей. Людей со стороны, поскольку люди должны любить свою работу, любить людей, быть отзывчивыми, стремиться всегда помочь, никогда не проходить мимо чужой человеческой беды. Многолетняя дружба связывает КБ номер 50 и Орфятсвнеев. Ядерный центр первым пришел на помощь медикам во время пандемии коронавируса. В том числе предоставил необходимый транспорт, помогал с закупкой оборудования и оказал большую финансовую поддержку. Совместными усилиями удалось смягчить удар ковида и снизить количество смертей. Но и после пандемии, совершенствование и развитие медицинской помощи остается приоритетной задачей для градообразующего предприятия. Это и оснащение, при содействии госкорпорации «Восатом», оснащение современным медицинским оборудованием, это программы цифровизации, информатизации, увеличение, повышение эффективности медицинской помощи, это различные ремонты инфраструктуры, это помощь в приобретении служебного жилья для высококлассных специалистов, для молодых специалистов. Активно взаимодействует КБ номер 50 и с органами местного самоуправления. В своем приветственном слове председатель Думы Антон Ульянов отметил, что профессия медика – одна из самых тяжелых и сложных. Сказать лучше, чем мой тезка, великий русский писатель Антон Павлович Чеков, наверное, нельзя. Он сказал так, профессия врача – это подвиг. Она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты умыслов. И мне очень приятно, что вот столько людей, которые здесь собрались, они обладают этими качествами. Пандемия заставила всех осознать важность труда медиков. Владимир Путин объявил, что в России будет увеличен объем средств, предназначенных на развитие медицины. Со своей стороны депутат Законодательного собрания региона, заведующая второй поликлиникой Ирина Макарова, рассказала, что Нижегородская область также увеличивает расходы на здравоохранение. В дополнительном финансировании Нижегородской области первым пунктом на 2022 и 2023 год стоит именно увеличение финансирования здравоохранения. И оно значительно отличается по объему от других, как мы понимаем, тоже очень важных областей всей общественной деятельности. Поэтому надеемся, что наша жизнь, жизнь медиков, жизнь наших пациентов в социальном плане будет лучше. Дань уважения на праздники отдали и ветеранам медицины. В том числе почетную грамоту КБ номер 50 получил заслуженный врач Российской Федерации, который почти 25 лет руководил нашей больницей Сергей Оков. При нем медицинское учреждение получило свой нынешний высокий статус. Сергею Борисовичу удалось сохранять медицину в непростые для нашей страны и города годы. В своем выступлении он вспомнил важные вехи из истории организации, который отдал столько лет. Вот вы знаете, наша больница, она первая же в системе третьего главного управления. И она первая не только по дате организации, потому что она еще первая по значимости. Потому что наши врачи первые, которые поехали на полигоны, первые стали работать с делящимися материалами, с людьми, которые работают с делящимися материалами. Первые, которые были и во многих горячих точках. Мы приезжали туда, то есть там как-то с облегчением вздыхались, что он приехал из старого органического больницы, пересял, значит здесь будет какая-то реальная помощь. В конце торжественного мероприятия оба главных врача, и бывший, и нынешний, обратились с наставлениями к молодому поколению. Врачам, которые совсем недавно приступили к работе, поздравили их с праздником и вручили памятные подарки. Завершился праздник капустникам, которые подготовили для своих коллег активисты нашей больницы. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Забудьте все, чему вас учили в ВУЗе. Многие молодые сотрудники в первые месяцы работы сталкиваются с трудностями на рабочем месте. Сложно влиться в коллектив, сразу вникнуть в суть своей должности. Поскольку знания, которые давали в учебном заведении, и требования работодателя заметно разнятся. Студенты с РФТИ таких проблем с легкостью избегают, считает секретарь приемной комиссии Ирина Суворова. Ежегодно около 90% магистров и специалистов трудоустраиваются в ядерный центр. Наши ребята проходят практику буквально с третьего курса. Некоторые начинают летом, уже перед третьим курсом, проходить практику на федеральном ядерном центре. Что это дает? Это дает возможность понять структуру федерального ядерного центра, познакомиться с теми людьми, с которыми ты потом будешь работать, понять содержание работы, с которой ты будешь. Основную волну подачи документов ВУЗы ждут с 27 июня, поскольку 24-го уже бывшие школьники получат свои аттестаты. Основной камень преткновения для абитуриентов и их родителей – подача копий и оригиналов, пояснила Ирина Григорьевна. Копии подают, как правило, в несколько учебных заведений, в которые планируют поступить. А вот оригинал приносят позже, когда абитуриент наконец определится с ВУЗом. Подача документов на бюджет во всех ВУЗах до 25 июля. Почему сейчас так жестко в стране идет вопрос по срокам? То есть, чтобы все ВУЗы одновременно могли работать по зачислению. Поэтому до 25 июля ребята приносят копии документов или оригиналы документов для поступления на бюджет. Подать документы в СарфыТИ можно несколькими способами – через портал Госуслуг, через информационный портал Института, либо отправить на почту. Однако самый надежный и проверенный метод для абитуриента – лично прийти в приемную комиссию. С 5 июля в СарфыТИ начнет работу выездная комиссия в Дивееве, Темникове, Первомайске, Нижнем Новгороде и в Павлове. В Павлово мы ездим второй год. А до этого в эти населенные пункты мы ездили, туда съезжаются ребята из близлежащих, ну, куда ближе. Мы знаем, что Арзамас ездит в Дивеево, например, если нужно подать Дзержинск в Нижний Новгород. И там на вот этих выездных комиссиях они могут встретиться с нашими студентами, с нашими сотрудниками и расспросить дополнительно о нашем ВУЗе. Дополнительную информацию о работе приемной комиссии можно узнать на сайте института, в группах в социальных сетях, а также по номеру 3-94-78. Через интернет сейчас приобретают все, что угодно, от продуктов до заграничного контрафакта. По данным ВЦООМ, с обманом при совершении покупок через всемирную сеть сталкивались 29% россиян. Каждый пятый становился жертвой интернет-мошенников лишь единожды. Еще 8% опрошенных редко попадались на уловки мошенников. Подавляющее большинство что-то покупали или продавали через известные платформы. У нас многие граждане пытаются либо что-то купить, либо что-то наоборот продать. Не читают порядок работы на данных площадках. Там все четко расписано, что общение должно происходить только на платформе Авито. Переход в какие-либо другие месседжеры, Вайбер, Ватсап, Телеграм и так далее категорически запрещено. Это все на риск самих пользователей, которые покупают товары или продают. Кроме того, необходимо пользоваться только теми средствами доставки, которые есть на платформе. Злоумышленники чаще всего предлагают альтернативный способ доставки заказа. В Сарове зарегистрировано несколько таких случаев мошенничества. Мошенники просят перейти на сторонние ресурсы. Обычно это либо Вайбер, либо Ватсап. После этого просит, высылает форму о так называемой доставке товара. Гражданин, который продает товар, вносит туда все свои банковские данные. Мошенник убеждает его в том, что он на данную карту перечислит ему денежные средства, полагаемые за продажу товара. В итоге гражданин вводит туда все свои данные, подтверждает СВР-кодом. А дальше вместо того, чтобы получить деньги, продавец все средства с карты теряет. Как правило, исчезает вся сумма, которая находится на счете. Кроме того, бывает, что граждане не проверяют товар при поступлении в пункт выдачи. Хотя правила интернет-платформ четко оговаривают, что это необходимо сделать. В последнее время мошенничают с видеокартами. У нас граждане забирают посылку домой. В ходе распаковки дома соглашаются с тем, что товар доставлен и все с ним хорошо. Соответственно, транспортная компания перечисляет денежные средства продавцу. Дома распаковав, вот такие у нас несколько фактов зарегистрированы. Получая видеокарту, она либо не соответствует заявляемым требованиям, либо другой марки. Соблюдая некоторые правила предосторожности, можно оградить себя от возможных неприятностей. Прежде чем что-либо приобрести на неизвестном вам сайте, проверяйте полную информацию о нем, почитайте форумы. Покупая на известных платформах, ищите отзывы о продавце и общайтесь с ним с помощью формосвязи на сайте. В 4 часа утра представители молодежных объединений города собрались на площади у городского музея, откуда на фронт в 1941 году уходили добровольцы. Пеший марш прошел к стеле 40-летие победы. Оттуда к танку-памятнику у дворца пионеров и памятной табличке на улице Сосина. Завершилось шествие возложением цветов у вечного огня. А чуть позже, в 10 часов, здесь же прошел митинг, посвященный 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Сегодня этот день мы называем днем памяти и скорби. Но именно в этот день наша страна продемонстрировала всему миру свое мужество, свое самоотверженность и силу духа. Уважаемые ветераны, от всей души в этот день хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и мирного неба над головой. В митинге приняли участие представители администрации, юношеские военно-патриотические объединения, организации дополнительного образования, а также объединение «Дети войны», ветераны РФЦ ВНЕФ, Саровская городская организация ветеранов. Все пришедшие в этот день к вечному огню почтили память павших на полях войны, минутой молчания и возложением цветов. Также участники митинга поставили свечи в рамках акции «Свеча памяти». Каждый год – это для нас святое прийти в день, когда началась война. Мне было два года и четыре дня, когда началась война. Я многое не помню, но сегодня вот наша организация занимается патриотической работой. Данный день считаю важным, потому что в 1941 году произошла трагическая история в нашей стране, что началась война, Великой Отечественной война. Многое слышал о войне, с многим познакомился самостоятельно из учебников, из поколений старших. Митинг, посвященный 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны, завершился общей фотографией. Два миллиона рублей на этот год и 10 на следующий. Такую сумму из бюджета города выделили на капитальный ремонт стадиона «Школы-12», где планируют заменить резиновое покрытие. Согласно новой корректировке бюджета, муниципальная программа образования увеличена на 16,5 миллионов рублей. А вот программу обеспечения населения города Саров доступным и комфортным жильем уменьшили почти на миллион. Увеличены бюджетные ассигнования на объект инженерной транспортной инфраструктуры для многодетных по улице Западная для оплаты достоверности медной стоимости средств предусмотренной и уменьшены бюджетные ассигнования за счет субвенции. Миллион пятьсот девяносто девять и три для граждан в соответствии с законом о ветеранах. Около 52 миллионов направят на реализацию программы «Городское хозяйство и транспортная система города». В частности, около 600 тысяч пойдет на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов. На уничтожение борщевика на территориях общего пользования потратят 250 тысяч. Порядка 50 миллионов направят на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Увеличено бюджетное ассигнование в сумме 4 миллиона 900 тысяч рублей на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в связи с тем, что зимние работы, предусмотренные на вторую половину года, выбраны в первом квартале текущего года. По той же причине увеличено средство в размере 2 миллиона 800 на содержание в триквартальных и внутренних районах территорий. На капремонт кровли клуба Чайка центра внешкольной работы планирует потратить из бюджета города около 5 миллионов рублей. Петров пост или апостольский, как его еще называют, первый из двухлетних постов, установлен в честь святых апостолов Петра и Павла. Длиться он может от 8 до 42 дней. Начало Петрова поста всегда приходится на второй понедельник после Троицы, а заканчивается он всегда в одно время – 12 июля, в день празднования Петра и Павла. Этот пост посвящен тому, как святые апостолы относились к подвижничеству, как они относились к принятию святых христовых тайн, ну и к подготовке к празднованию вот этого праздника Петра и Павла. Петров пост считают одним из самых легких многодневных постов. Согласно церковным канонам, строгий пост следует соблюдать только по средам и пятницам. В понедельнике Петрова поста разрешается горячая пища без масла, а во все остальные дни допускается употребление в пищу рыбы, растительного масла и грибов. Важно не забывать, что пост – это также время духовной собранности. Петровский пост, как и другие посты, несут в себе необходимость созидания духовных плодов. То есть человек должен вынести какой-то урок для себя, какое-то открытие и постараться в себе задавить какие-то плодские, греховные побуждения своего тела, своей души и открыть в себе духовное, светлое, святое. В период поста не стоит забывать и о добрых делах, напоминает отец Сергий. В эту пору постящиеся могут заняться благотворительностью или же просто помочь ближним. О селе Покровское сохранилось мало сведений. История этого места насчитывает уже несколько веков со времен Ивана Грозного. Храм в сегодняшнем урочище Покровка был построен в 1790 году. Колокольню храма разобрали в первой половине 20 века, а само село стало затухать в 60-х. Сегодня здесь о былой жизни напоминает только разрушенная церковь и небольшое кладбище. Фильм о церкви Покрова Пресвятой Богородицы – это одна из совместных работ Романа Сванидзе и Александра Гусихина в рамках проекта «Урочище Нижегородской области. Об уходящих в прошлое селах и храмах». Мы работаем только с открытыми источниками. На работу с архивами у нас нет невозможности ни времени. И даже работая с открытыми источниками, приходится очень много сопоставлять, выверять, собирать по крупицам. Иногда приходится прочитать две книги для того, чтобы одна фраза только в фильме прозвучала. Александр Гусихин и Роман Сванидзе уже сняли четыре видеосюжета о заброшенных храмах. А всего таких «Урочищ» в Нижегородской области насчитывается порядка десяти. Чтобы снять остальные фильмы, команде энтузиастов потребовалась финансовая поддержка. И они решили подать заявку на конкурс Фонда президентских грантов. В итоге проект «Саровчан. Урочище Нижегородской области» стал победителем. До этого он также снискал успех и на областном конкурсе видеороликов. Меня это дальше сподвигало. Всегда какой-то импульс. Если что-то оценивают и начинаешь дальше, хочется двигаться в этом направлении, показывать людям, что вообще осталось по нашей области, какие памятники архитектуры, истории. Итогом проекта станет документальный фильм, состоящий из небольших видеосюжетов о десяти заброшенных храмах в урочищах Нижегородской области. В рамках гранта до конца ноября Роман Сванидзе и Александр Гусихин также проведут презентацию проекта и встречи со зрителями в Нижнем Новгороде, Сарове, Ваде и других городах области. Женщина, которая поет, Ирину Оськину, знает практически весь Саров. Постоянная участница городских концертов, руководитель вокального коллектива Центра культуры и досуга в НИЭФ, педагог детской школы искусств номер 2, которая выпустила не одно поколение талантливых детей. Этим летом Ирина Зедулаевна взяла новую ступеньку в музыкальной карьере, прошла кастинг нашего первого канала «Голос 60+.» Несколько лет тому назад я маме по ее просьбе сказала, она мне сказала, что, дочка, я бы хотела тебя там видеть. Я ответила, мам, я постараюсь там быть, но, к сожалению, она умерла. И вот данные слова мной, вот эти несколько лет, они во мне сидели. После смерти мамы я долго, определенное время болела, восстанавливалась. Но сейчас вот нашла в себе такую возможность попробовать свои силы. Кастинг на шоу длился два дня. За это время его прошли 160 участников из разных городов России. Как рассказала Ирина Зедулаевна, в ее группе самой старшей претендентке было 86 лет. На кастинге нашей соотечественнице пришлось выступить перед жюри два раза. Первый раз не было генерального продюсера. Результат она ждала несколько часов. И вот вечером раздался звонок. Пригласили на следующий этап – слепые прослушивания. После того, как я написала в ВК обращение к Сарову, к жителям Сарова, я увидела огромное количество лайков и комментариев от наших саровских зрителей, людей, жителей, чему я очень благодарна. Стала ловить себя на том, что я должна как-то собраться и побороться. Все это время Ирина Зедулаевна чувствовала огромную поддержку своих родных и близких коллег и учеников. Большую помощь ей оказали программы «Территория культуры», «Росатома», «Центр культуры» и «Досуга в НЕВ» и «Департамент культуры». Этот кастинг был первым в жизни саровчанки. Но, как она признается, волнение, которое она на нем испытывала, не сравнится с волнением за своих учеников на конкурсах. Я все-таки преподаватель, и по профессии своей сейчас данной много лет я преподаватель, а не певица-исполнитель. Хотя в дипломе я проставлена камерная певица и преподаватель. Но большую часть я отдаю детям свои знания. И у меня много уже учеников, которые продолжили мою деятельность, мою профессию, чему я очень безмерно рада и нашла себя в профессии, в своих учениках, которые меня поддерживают, которые подтверждают мою школу вокальную, что она имеет право на существование. Сейчас Ирина Оськина готовится к слепым прослушиваниям, которые пройдут в Москве в августе. Нашей редакции желает Ирине Зедулаевне удачи и дальнейших успехов. Пьеса «Шок» увидела свет год назад. В центре сюжета история Ольги Ширяевой, архитектора «Женщина, судьба которой тесно связана и с нашим городом, и с нашим театром». Оказавшись на Саровской сцене в качестве заключенной, она была оформителем первых спектаклей, отделывала коттеджи для физиков и ядерщиков и спроектировала один из жилых домов. А еще она стала гражданской женой Иякова Зельдовича, из-за чего и получила свой второй срок. Сложная судьба этой сильной женщины впечатлила начинающего драматурга Екатерину Ходякову. Мы стали изучать судьбу этой женщины, и оказалось, что там, собственно, ничего придумывать и не нужно. То есть там такая драма в жизни была. Это человек такой силы воли, такого сильного духа. Такие истории нужно рассказывать. Это герой нашего времени. Спустя год после выхода спектакля драматург отправила материал на литературные мастерские, которые организует Ассоциация союзов писателей и издателей. В Приволжском федеральном округе организаторы отобрали 50 талантливых писателей-драматургов и пригласили их на очные мастер-классы в Нижний Новгород. В число участников вошла и Екатерина. Это четырехдневные мастерские, в ходе которых шел непосредственный разбор наших произведений, плюс работа секций. То есть, например, я для себя выбрала секцию киносценаристики, и в течение четырех дней по пять часов в день мы учились писать сценарий непосредственно для фильмов. Также мы разбирали произведения, которые представили на этот конкурс. У нас мастером курса был Дмитрий Данилов вместе с Еленой Исаевой. Пьесу Екатерина назвали одной из лучших в конкурсе. Она получила одобрение мастера курса. Дмитрий Данилов принял шок очень благосклонный и предложил вывести его на большую сцену. Это лестно, это приятно. Внимание такого мастера – это всегда приятно. И я постараюсь учесть все его замечания и доработать пьесу. Теперь шок будет опубликован в литературном сборнике. Дмитрий Данилов и драматург Елена Исаева пророчат пьесе «Успешную сценическую карьеру за пределами Сарова». Михаил Иванович Казамазов – старшина Советской армии, участник Великой Отечественной войны. В военные годы Михаил Казамазов командовал пулеметным взводом артиллерийского полка. Отличился во время освобождения Эстонской республики. В критические моменты боя старшина Казамазов мужественно отражал вражеские контратаки. За проявленный героизм Михаил Иванович был удостоен звания Герой Советского Союза. О личности Казамазова, чьим именем названа одна из улиц Сарова, ребятам рассказали на тематическом мероприятии дворовой площадки. Если были самолеты, он их подбивал снизу. Еще мне рассказывали, что Михаил Иванович Казамазов, он себе извинил фамилию на две буквы «А». Сначала было «Казамазов», а стал «Казамазов». Ко дню 81-й годовщины, со дня начала Великой Отечественной войны, педагоги Центра внешкольной работы также подготовили вместе с ребятами флешмоб «Танец под военную песню». Очень важно вспоминать такие дни, вспоминать героев нашей страны, вспоминать, за что они боролись, вспоминать их подвиги. И важно рассказывать это нашим детям, детям, которые сюда приходят, дети, которые здесь играют, почему именно так названы улицы, какой сегодня праздник, когда именно началась война. То есть все это очень важно знать, важно знать историю нашей страны. Тематические мероприятия в рамках проекта «Дворовая практика» проходят для ребят на семи площадках города каждый будний день с 15 до 19 часов. Узнать более подробную информацию можно по телефону Центра внешкольной работы 98103. Мероприятие для детей старше 6 лет. Александр Колганов увлекся футболом в раннем детстве. В 6 лет его отдали в спортивную секцию, где зимой играли в хоккей, а летом в футбол. Но тогда юного спортсмена больше тянуло к мячу, а не к клюшке. И на протяжении всей жизни он пронес свое увлечение футболом. Александр Колганов преподавал несколько лет в частной спортивной секции, а в спортивной школе «Икар» работает тренером второй год. Моя самая главная цель, чтобы ребята развивались как личность в первую очередь. Каких-то задач, результатов, высоких достижений нет. Здесь, поскольку у нас это спортивная школа, здесь в первую очередь, чтобы дети занимались, были увеличены видом спорта. И как можно дольше оставались в нем. Если у ребят есть азарт и желание заниматься, будут и победы, и высокие результаты, считает тренер. В футбольной секции Александр Колганов уделяет большое внимание личностному росту ребят. Для этого он много общается с воспитанниками, ищет каждому индивидуальный подход, учит мальчишек взаимопомощи, командному духу и уважительному отношению друг к другу. «Это общение в коллективе, то есть смотришь, чтобы правильное было общение. То есть ребята все разные, ребята все, у каждого свое мнение, у каждого свой характер, воспитание. И ты здесь стараешься их подбивать, чтобы они были одно единое целое. Сплоченный, чтобы был коллектив. Будет сплоченный коллектив, будет уже и дальше, куда будет расти, будет результат, соответственно». В секции футбола юные спортсмены участвуют в соревнованиях различного уровня, начиная с городских мероприятий и заканчивая первенством области. По мнению Александра Колганова, занятие футболом может многое дать для ребенка. И это не только развитие физической формы, но и также мышление, креативность, быстроты реакции, концентрация внимания. Для развития этих качеств в тренировке у футболистов предусмотрены специальные упражнения. «Я раньше в детстве смотрел, как играют взрослые футболисты, и мне нравится, как они играют, и хотел так же, и записался в футбол. У меня есть грамота за лучшего игрока турнира «Новогодняя пятерка». «Мне нравится футбол. Тренер хороший, хорошо тренирует. Конечно, проигрываем, но будем скоро выигрывать». «Хотел бы получить этот золотой мячик, мне очень нравится, хотел бы получить. Ну, а так-то я занимаюсь ради удовольствия, потому что мне он нравится». Перед тем, как записаться в отделение футбола спортивной школы ИКАР на новый учебный год, можно привезти ребенка в августе на предварительное знакомство с секцией. Подробную информацию можно узнать по телефону 99 393 или на сайте ИКАРа икардефиссаров.ру Первенство города по теннису проводится в молодежном центре ежегодно и уже стало традиционным. На корте между собой соревнуются ребята из разных теннисных групп. В этом году в рамках первенства каждый участник сыграл по шесть игр в течение четырех соревновательных дней. Места распределялись по трем возрастным группам у юношей и девушек до 13, до 15 и до 17 лет. Соревнования по теннису завершились в церемонии награждения победителей и призеров. «Мне кажется, я играла где-то в средненькое, мог еще лучше. Тут интересно играть, нужно бороться за выигрыш. Какие-то у тебя уже были победы до этого? Да. Вроде четыре соревнования было. Два в другом городе и два здесь. У меня было стремление к победе, у меня было желание победить. Первый раз, когда я пришла посмотреть, что это такое, мне это очень сильно увлекло. Я очень увлеклась этим спортом, потому что это, во-первых, очень подвижный, движение – это жизнь. Ну и мне это очень нравится». К этим соревнованиям преподаватели провели с воспитанниками интенсивную подготовку. Юные теннисисты посещали летний спортивный лагерь, тренировались по несколько раз в день. И усталость не стала для ребят помехой. Каждый из них стремился показать на первенстве высокий результат. «До двух часов была одна тренировка. Кроме этого, была тренировка по теннису, тренировка по ФУП и в бассейн ходили. А после обеда, когда лагерь заканчивался, он заканчивался два часа, еще была тренировка в зале спортивном. То есть практически по три тренировки в день. Все очень хотели, ну, конечно, еще они с учетом хотели, что осенью отборочные выиграть, потому что, как мы видим после отпуска, сразу будут практические тренировки, отборочные, на выездные соревнования». Секция тенниса приглашает на обучение на новый учебный год ребят от 7 до 18 лет. Занятия проходят в теннисном зале молодежного центра. На начальном этапе тренеры обучают новичков азам тенниса, а также готовят юных спортсменов к соревнованиям различного уровня. «Приводите к нам детей в молодежный центр, также всех научим. Обучение у нас хорошее проходит. Вот, маленько обучение пройдут, потом в соревнованиях. Ну, какой-то год провал будет, а какой-то год уже лучше будут играть. От года в год все лучше и лучше играет. Так что хочется сказать родителям, приводите детей, не бойтесь». Подробную информацию можно узнать по телефону 99105. Сейчас теннисисты молодежного центра готовятся к выездным сентябрьским соревнованиям. Первенство области в Дзержинске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова